Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Если вы внимательно следили за нами, то знаете, мы разбираем Маадим, праздники, назначенные времена Господни. Мы обсудили космический календарь Божий, обсудили места Писания, где эти праздники описываются в Торе. Мы обсудили Песах, Пасху, праздник опресноков. Я говорил о празднике первых плодов. Билл говорил о Пятидесятнице. А теперь мы переходим к следующему празднику в календаре Израиля, к пятому празднику, который называется Праздник Труп. Современные иудеи называют его Рошошана, что означает «голова года». Но это современный термин. Однако один раз он упоминается в Ветхом Завете в книге Иезекииля. Но мы будем называть его, как он называется в Библии, «йом-труа», что означает «время дуть в трубы». Давайте, во-первых, вспомним, где мы были. У нас есть первый месяц и три праздника. Песах, праздник опресноков и первых плодов. Все это празднуется в месяце Ниссане. Далее идет второй месяц, который мы пропускаем. После него идет месяц Сиван, время Пятидесятницы. Когда заканчивается Пятидесятница, то мы видим длительный пробел летом. Нам нужно ждать до осени, чтобы отпраздновать следующий праздник. Важно, чтобы вы понимали это. Не забывайте, что эти праздники происходили в сезоны дождя и сбора урожая. Мы видим, что зерновые собирали весной. А когда наступает лето, то настает черед оливок, фиг и других фруктов. Но я хочу поговорить о седьмом месяце. Если вы помните, то изначально у месяцев были лишь номера, а не названия. Седьмой месяц называется Тиширей. В Тиширей отмечаются три праздника, точно так же, как и в Ниссан весной. Эти праздники идут в таком порядке. Первый день седьмого месяца Тиширея назывался праздником трупов. Через десять дней после этого отмечается праздник искупления, а еще через пять дней настает праздник Кущий. И этот праздник длится семь дней. Я хочу рассказать вам вкратце о месяце Тиширей, потому что он очень важен из-за интересных раввинистических традиций, связанных с ним. Будьте внимательны. В целом у предмета может быть семь сторон. Есть вверх, есть низ, есть перед, есть зад, есть одна сторона и вторая сторона. В общем, их шесть. Любой предмет, у которого шесть сторон, называется поверхностью. А внутри находится седьмая часть. Например, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Всего их шесть сторон у монитора. Но у него также есть и внутренняя часть, где находится динамик, всякие трубочки, откуда исходит изображение. Таким образом, у него всего семь проекций. Это интересно, потому что, если посмотреть на раввинистическую традицию того, что у каждого предмета шесть сторон, которые называются поверхностью, и внутренняя часть — седьмая. Седьмой месяц еврейского календаря — это месяц, когда все евреи смотрели внутрь себя. Эти праздники связаны с вашей внутренней частью. Искупление, прощение, непрощение, ну и так далее. Это означает, что седьмой месяц — это не то, что мы видим на поверхности, а то, что происходит внутри. Тишрей, согласно раввинам, это время для того, чтобы заглянуть вовнутрь. Опять же, когда мы говорим о еврейской традиции, то некоторые из этих традиций мы не найдем в Библии. Есть Мишна, Гомара, Талмуд. Давайте мы посмотрим, что же их писания говорят о месяце Тишереи. Тишереи принято считать месяцем сотворения мира. Принято считать, что в этот месяц Бог создал словом все из ничего. Во-вторых, принято считать, что в Тишереи был создан Адам. Принято считать, что Адам был сотворен в месяц, который евреи называют Тишерей. Принято считать, что именно в Тишерей Авраам собирался принести Исаака в жертву на горе Мария, как об этом говорится в 22 главе Бутея. Принято считать, что в Тишерей Иосифа забрали из тюрьмы на встречу с фараоном, и его жизнь изменилась. Принято считать, что в Тишерей Анна, которая молилась о том, чтобы Бог дал ей сына, получила подтверждение от Бога, что у нее родится сын, которого она назовет Самуилом. Первое, Тишерей — это Новый год для евреев. Это голова года. Не религиозного, а мирского года. И это важно. Я хочу объяснить вам это, потому что вы поймете его важность через минуту. Это месяц перед окончанием жатвы. Почему это важно? Я ощущаю движение в Духе. Почему важно понимать, что Тишерей — это месяц окончания жатвы, да потому что Иисус говорил о конце мира или на греческом «конце века». Он сказал, что в конце века наступит время сбора урожая. Эти слова были сказаны в Евангелии от Матфея 13 главе. В конце века наступит время отделить овец от козлов, пшеницу от плевел, или, как говорится в притче о сети, хорошую рыбу от плохой. Конец века означает, что Сын Человеческий возьмет серп и соберет урожай с поля. На самом деле это душа. В Евангелиях говорится о пшенице и плевелах. Иисус использует аналогию с зерном, когда говорит о конце века. Иакова 5 глава говорит о драгоценном плоде от земли. Он говорит, что пришествие Господа близится, «И Господь ожидает драгоценного плода от земли, пока не получит ранний дождь и поздний дождь». Зачем Иаков говорит о плодах, и зачем Моисей использует праздники в Торе? Иисус пришел и начал говорить о пшенице. Потому что пшеница — это пятидесятница, а плоды — это осенний урожай. Плоды собирают в конце лета, в июле, августе и сентябре. Иначе говоря, плод земли в еврейском контексте говорит об осенних праздниках, а не о весенних. Может быть, в этом есть подсказка? В Иакова по откровению Духа говорится о том, что конец века, который будет сопровождаться последним излиянием Духа, будет во время осенних праздников Израиля. Мы можем долго говорить об этом, и мы рассмотрим различные направления в ближайшее время. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на сам праздник Труп. Как я уже говорил, все начинается с первого дня седьмого месяца. Этот праздник называется Йом-Троа, или День Дуновения. Он связан с шафарами, которые используют на праздник Труп. Праздник Труп — это пятый праздник Израиля. Они начинают дуть в Трубы на рассвете и дуют до заката. Это важно. На праздник Труп в шафар дуют более ста раз. Есть амида. Это молитва стоя. Так она называется — амида. А вот что это означает на иврите. Это молитва стоя. На праздник Труп люди молятся только стоя. И в это время звучат несколько трубных звуков. Это происходит во время Рошашаны, или праздника Труп. Перед началом амиды звучит 30 трубных звуков. Во время тихой амиды звучит еще 30 трубных звуков. Это время, когда люди молятся в тишине перед Богом. И еще 30 трубных звуков звучат во время повторения Писания во время амиды. Итак, 30, снова 30, и в завершении 30. Это дает нам 90. В сумме должно быть 100 трубных звуков. Где же еще 10? Это последние трубные звуки, которые звучат во время повторения амиды. Опять же, в это время, читая Писание и молятся, во время Рошашаны, или праздника Труп, во время молитвы, люди слышат 30 трубных звуков, еще 30, затем по окончании еще 30. Эти звуки разделены по времени. Опять же, не все поступают так. Мы говорим о синагогах, об ортодоксальных евреях, потому что есть евреи-атеисты, которые никак не отмечают эти праздники. Я хочу, чтобы вы понимали это. Но и это не все. Если бы вы жили во времена Моисея, Соломона и даже Иисуса, то нужно было принести определенные жертвы. Мы знаем, что была ежедневная жертва, агнец утром и вечером. Мы знаем, что были различные виды жертв на жертвеннике. В Скинии Моисея, в храме Соломона, в храме Ирода. Скиния Моисея была в пустыне на протяжении 40 лет, а затем перешла в землю, обетованную с Иисусом Новином и детьми Израилевыми. Она существовала до того времени, как Соломон построил храм. Храм Соломона существовал более 400 лет, после чего его уничтожили в Вавилонии. Далее пришли Ездра с Неемеей и восстановили храм. Тогда он начал называться вторым храмом. А так как Ирод Великий добавил новые постройки на Храмовой горе, то некоторые начали называть его храмом Ирода. Это не был храм Ирода. Он просто достроил кое-что. Фактически это был тот же второй храм. Эти праздники нужно было праздновать в Иерусалиме. Их отмечали в городе, где находились священники, левиты, где приносились жертвы. Они дули в трубы и приносили жертвы. Число 28 глава с 11 по 15 стих. В каждый новый месяц в храме приносились жертвы. Число 29 глава, 4 стих. Там был теленок, семь агнцев и козел в жертву за грех. Во второй книге «Паралипоменон» 36 главе, говорится о том, что об этих праздниках забыли, что принцип отдыха с земли на седьмой год игнорировали, так же, как и принцип юбилейного года. Об этом говорится в 20 стихе. Евреев увели в вавилонский плен на 70 лет из-за того, что Бог хотел, чтобы земля соблюдала субботу. Это означает, что они должны были давать отдых с земли каждый седьмой год. Но они не делали этого. И тогда Бог сказал, «Я уведу вас с этой земли в вавилон, чтобы земля могла отдохнуть». Бог знал что-то, что знает лишь современное сельское хозяйство. Когда вы позволяете плодам земли упасть на землю, то в верхнем слое восполняются минералы. Если вы не собираете урожай, Бог пополняет запас минералов, что в свою очередь означает, что в последующие годы деревья принесут больше плодов. Они дадут больше урожая. Это то, о чем Бог знал и что Он придумал не просто так. А теперь поговорим о самом празднике. Давайте кое-что сделаем. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы прославили Бога. Но для начала посмотрите на соседа и скажите, «У Бога была причина». Да. Итак, давайте прославим нашего Творца за Его Слово, потому что мы сейчас увидим нечто. Я хочу поговорить о тайне праздника труп. И вот это тайна. Я люблю учить об этом, потому что это самая удивительная часть из семи праздников. Если вы будете изучать праздник Пасхи, опресноков, первых плодов, Пятидесятницы, кущи и искупления, то вы начнете видеть объяснение, для чего они, что нужно делать и с чем они связаны. И тогда внезапно, среди праздников, прямо в Торе, вы обращаете внимание, что идет два стиха, а затем большой праздник. Два стиха, а потом большой праздник. И Он не говорит, почему, не говорит, для чего они. Это больше всего удивило меня, когда я изучал эти стихи. Бог просто говорит, вот что тебе нужно сделать. Когда наступит такое-то время, такого-то месяца, то должен дуть в трубы, должно быть собрание, и вы не должны работать. Все, идем дальше. К этому моменту вы должны понимать, что каждый праздник исполнился в Иисусе. Вы следите за ходом моих мыслей? Пасха — это его распятие и искупление. Опресноке, он оказался во гробе, будучи безгрешным агнцем Божиим, без закваски. Первые плоды. Он выходит из могилы, воскрешая других. Это первые плоды воскресения. Пятидесятница, приходит Дух Святой. Евреи и язычники получают Духа Святого. Это два хлеба, которые брал священник. И как мы покажем вам завтра, искупление — это великая скорбь. Билл покажет вам, что Кущи — это тысячелетнее царство в конце семилетнего периода скорби. Остается лишь загадочный праздник труп. С чем же он связан? С Вознесением Церкви. Это Вознесение Церкви. Это время, когда случится нечто загадочное. Давайте подробнее разберемся с этим. Мы будем рассматривать различные исследования на эту тему. В книге Левит 23 главе не дается прямого объяснения празднику труп, кроме того, что это памятный день, День Покоя, Святое Собрание. Позже евреи придумали превратить праздник труп в Рошашану или Голову года. Через минуту мы покажем вам, почему они сделали это. Идея состоит в том, что праздник труп в седьмом месяце провозглашает последний урожай плодов перед тем, как все закончится. И нужно будет снова сеять, чтобы получить новый урожай. Те шерей и три праздника, праздник труп, говорят о том, что наступило время последнего урожая. Это пик сезона урожая. Это время последнего сбора плодов. Смотрите. Сначала идет праздник труп, затем искупление и кущий. Праздник кущий начинается на пятнадцатый день, а труп — на первый день. Праздник кущий также называют праздником сбора. Я не хочу лезть в послание Билла, но когда Иисус вернется в конце Великой Скорби, то затрубит в большой шафар и соберет вместе всех избранных в Израиле. В Евангелии от Матфея говорится не о вознесении церкви в конце скорби. Это сбор всех плодов во время последнего праздника Израиля. Праздник труп провозглашает шафарами, что мы дошли до последнего урожая. Это конец. Надеюсь, кто-то понимает, что я говорю все это в духе. Это не только заявление о том, что наступил последний урожай, но и заявление о десяти днях почтения. Десять дней почтения. Это очень интересная вещь. Я должен рассказать о них сейчас, потому что эти вещи удивляют меня, как учителя Слова Божьего. В первый день у нас трубы, на десятый день у нас искупление. Ортодоксальные евреи называют эти десять дней днями почитания. Все это основывается на определенном толковании некоторых мест. Но принято считать, что в десять дней почтения отмечаются последние сорок дней тешива. Двадцать девять дней прошло. С трубами у нас выходит ровно десять, а в день искупления заканчивается сорок дней тешивы. Тешива или тешива — это возвращение к Богу. Евреи учат, что на праздник труб, когда они начинают дуть, Бог открывает врата небес. И на протяжении десяти дней, между праздником труб и искупления, Бог принимает решение относительно тех, кто следует или не следует за ним на земле. То же самое касается и тех, кто как бы следует за ним на земле. Когда я проповедую или пишу партнерам, то напоминаю о том, что наступают десять дней почтения. Почему я поступаю так? Потому что я лично верю, что Бог открывает особое окно в это время. Он делает это для того, чтобы принять решение, касающееся будущего года. Некоторые учат, что Бог принимает решение о том, переживете вы этот год или нет. Бог определяет ваш уровень благословений в этом году. Если вы на протяжении этих десяти дней раскаялись и вернулись к Богу, начали поступать правильно и искать Его лица, то вас ожидают хорошие решения на протяжении последующих двенадцати месяцев. И все это связано с Днем Искупления, который был ежегодным Днем Искупления за грехи. Я считаю, что благосклонность Божия сходит каждый день. Это не что-то, что мы должны получить на протяжении тишерея или дней почитания, но я хочу показать вам нечто интересное. Царь Навуходоносор получил во сне предупреждение о том, что его ждет падение. Помните? И через двенадцать месяцев после того, как Даниил предупредил его и сказал покаяться, ровно через год. Навуходоносор сошел с ума. Некоторые раввины считают, что Навуходоносор услышал это послание в Тишрей. Он не покаялся на протяжении двенадцати месяцев, и Бог решил, что в его жизни исполнится нечто плохое. Разве не интересно, что там говорится о двенадцати месяцах? Ни месяц, ни два, ни три. Он дал ему целый год. Это интересно. Теперь давайте вернемся к последнему урожаю. К десяти дням почтения, которые ведут ко дню искупления. И вот еще один интересный момент. Евреи дуют в шафар для того, чтобы пробудить спящих людей, которые должны знать его, но при этом не следуют за ним. Это также время предупреждения о грядущих судах дня искупления. Трубы, шафары должны разбудиться. Если вы не были на служении, где кто-то дул в шафар, то знайте, что от этого звука можно вздрогнуть, можно серьезно испугаться. Если вы заснули, то точно проснетесь. Я хочу сказать, что был среди людей в Израиле, которые не знали, как дуть в шафар. Если вы не знаете, как дуть в шафар, оставьте его и пойдите потренируйтесь. Ведь если вы не знаете, как дуть в шафар, то у вас получается звук умирающей коровы. Я не хочу никого обидеть, но как-то с нами в Израиль поехал человек, который не умел дуть в шафар и издавал очень странные и, прямо скажу, неприятные звуки. Такого раньше я никогда не слышал. Вместо сильного звука, который должен был пробудить, хотелось лишь сказать, пожалуйста, не надо. Дружище, лучше не делай этого. Вот примерно так это выглядело со стороны. Если вы правильно дуете в шафар, то ощущается сила и помазание. Как я уже говорил, шафар разбудит кого угодно. Сейчас я хочу, чтобы вы воздали, слава Богу, на этом месте. Вы понимаете, о чем я говорю? Удивительный звук шафара. С удовольствием представляю вам мою новую пророческую программу на DVD «Древние символы и пророческие притчи о возвращении Христа». В древних катакомбах были найдены удивительные символы в первые три века нашей эры. Эти символы невозможно истолковать без тщательного понимания греко-римской культуры. В этой программе я покажу вам несколько удивительных истолкований тайны возвращения Христа. Также я подробно рассказываю о притчах Нового Завета, указывающих на возвращение Христа. Я объясню удивительные откровения в притче о талантах, а также откровения из притчи о десяти девах, о 153 рыбах. Мы поговорим о том, что скрыто для нас в истории о свадьбе в Кане Галилейской, и в притче о нерадивом слоге. В этой программе я говорю о словах, на которые читающие Новый Завет часто даже не обращают внимания. Мы поговорим о трех важных духовных битвах, в которых дети Божии будут принимать участие в последние дни. Также я добавлю к вашему заказу два уникальных аудиодиска, подрезая ваше семейное древо. Какое непотребство прицепилось к вашему семейному древу? Какие у него ненужные злые корни? Я расскажу вам, как изменить плохие гены в ДНК вашей семьи, используя духовные принципы и духовные законы из Слова Божьего. В своем учении я покажу вам, как связать духов и разорвать негативные циклы в своем роду. Приготовьтесь избавиться от того, что не дает вам приносить плод в вашей жизни и иметь успех. Новая DVD-программа вместе с аудиодисками станет вашей. При вашем пожертвовании от 30 долларов и выше. Звоните по телефону, указанному на экране. Или сделайте заказ на нашем сайте. presto.org Вы также можете написать нам по адресу на экране и указать номер заказа. PAR-130 Это предложение. Действует ограниченный отрезок времени. Поэтому звоните нам уже сегодня. Я уверен, этот ресурс вас очень сильно благословит. Дорогие зрители, это последняя неделя, во время которой вы сможете заказать наш новый DVD, который называется «Древние символы и пророческие притчи», открывающие «Возвращение Христа». Кроме того, вы получите альбом на двух дисках, который называется «Обрезая семейное дерево». Ваша помощь поможет нам оставаться в эфире. Если вы еще не заказали это предложение, то закажите сейчас. Это поможет нам и дальше заниматься Божьими делами по всему миру. Кроме того, мы хотим упомянуть о том, что начиная со следующей недели, вас ждут особые выпуски, снятые в разных уголках Израиля, в которых мы не бывали прежде. Новые передачи, новые места и новые послания. Я подготовил для вас нечто захватывающее. Я готов делать это целый год, и вскоре вы получите все это. Я расскажу вам об этом на Фейсбуке и в других соцсетях. Бог дал мне удивительное откровение, которое нельзя сравнить ни с чем, и с того, что я получал за 42 года служения. Мы хотим еще раз напомнить вам, о Западной Вирджинии. Мы не раз говорили об этом. Ник Уокер, молодой евангелист из Западной Вирджинии, делает удивительную работу для Бога. Вместе с ним собрались другие служители и арендовали центр Беркли, Ралли-Каунте, который называют «Оружейный». Мы привезем свою команду, и будем там 26, 27 и 28 октября. В пятницу вечером у нас будет молитва, помазание, слово. Всю субботу я буду служить в «Оружейной». Послушайте, вы можете быть в других местах, можете делать другие вещи, но Западная Вирджиния нуждается в мощном излиянии Святого Духа, как ни один другой штат в Соединенных Штатах Америки. Здесь слишком много людей умирают из-за наркотиков, зависимостей и депрессии. Настало время для прорыва от Бога. Я верю, что он начнется с молодого поколения. Во-первых, это междинаминационное собрание. Оно открыто для всех. Приходите, как есть. Приводите всю семью и ожидайте, что Бог послужит вам. Посмотрим, что сделает Господь. Две недели назад я говорил вам о том, что Дух Святой сказал мне о том, что мы не едем. Я скажу так. Мы поехали в Вашингтон на пророческий саммит пастора Марка Биллса. И там сотни людей говорили нам, «Перри, мы молились 20-30 лет о том, чтобы ты приехал сюда». Почему так мало людей приезжает сюда? Потому что мало кто приглашает проповедников в эти места. У людей разные представления, разные теологические взгляды и убеждения. Кстати, мы едем в Аляску. Это будет в 2019 году. Если на то будет воля Божия, мы будем в Солт-Лейк-Сити, Юта. Мы хотим, чтобы люди, живущие в соседних штатах, которых мы никогда не проповедовали, приехали в эти места. Возможно, мы объявим о том, что едем туда, где бывали крайне редко, или не бывали вообще. Мы планируем это, и нам нужны Ваши молитвы, Ваша поддержка, чтобы многие спаслись и наполнились Духом Святым. А в этих местах на следующей неделе вас ждут новые выпуски со Святой Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...